Приветствую вас, Анастасия. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Теперь в первую очередь хочется сказать, что вы не добираете себе похожее и не уверены в себе. Возможно, вы подозреваете или боитесь измену. Почему-то. То есть... Вы пишите, у меня смущение возникло следующая ситуация. Вместе полтора года заметила отстраненность его поведения и ощущения некомфортные после близости с ним. Вот это никак не указывает вообще на то, что человек вам изменял. То есть, ну, как бы прямых, прямых указаний, да, на прямых доказательств этого нет. Вот. Но вы начали его подозревать. Почему-то. Почему? У вас был опыт уже измен или что? Заподозрил измену. Вот с чего вы взяли? Вот. Канал, что нужно пойти, провериться к врачу. Ну, провериться, конечно, можно и нужно. Это правда. Но вопрос немножечко в том, что вы это связываете обязательно с изменой. Вот. То есть, как бы вопрос в этом, что был ли у вас опыт такой, опыт именно вот измены вам. То есть, почему вы решили, что молодой человек обязательно вам изменяет, да, допустим? Это, как мне кажется, такая вот, достаточно, ну, достаточно важный такой момент. Дальше. Сразу начал предлагать мне деньги на обследование и привозить много версий, что может и другие, или что-то еще, но только не измена, а не какая-нибудь зараза. Но, кстати, здесь у меня такое ощущение, что вы уже сами скорее видите то, что видите хотите. То есть, ну, мне так, опять же, кажется. Так, как бы, то есть, я, это я в этом не уверен, но, почему так однозначно вы отвергаете версию мужчины, например, и верите только в свою? Я смотрела ему в лицо и прямо спросила, были ли он еще с кем-то, ответил, нет, обключил голову в сторону, при этом закрыв глаза. Я поняла по этому шесту, что он меня соврал. А с чего? То есть, как бы, опять-таки вопрос, с чего вы взяли, что это указывает на то, что человек вам врет? Извините, но я, честно говоря, не очень, ну, не очень вижу связь, вот честно говоря, не очень я вижу связь, того, что вы описываете и ваших выводов, вот. То есть, я бы хотел, чтобы вы как-то вот постарались это раскрыть и вообще раскрыть, а хотите ли вы верить тот человек, или вы, вот, может быть, ну, вообще не верите в мужчину, в принципе, вот. Дальше. А-а-а, сказал я, конечно, что хочу побыть пару дней, пару дней и подумать. Подумать даже, что он начал мне говорить, что стресс ради меня, что получается, он какой-то неудал и не очень понятно. Сегодня утром мне ему прислало такую смс, я хотел бы тебя просить, подумать раньше с тобой отношения, с тебя от них, ну, не от меня, подумать, кто тебя будет. Что делать эти отношения или заканчиваться, сейчас мы об этом говорить не будем, третьим за пятнадцатый суббот, и нормально, потом поговорим, я хочу нормальных, честных, доверительных отношений, без уроней. Нет, все нужно открыть в отношениях. Ну, я бы сказал, что здесь вы на человека перекладываете ответственность за свою тревожность, вот так это для меня выглядит, по крайней мере. Я бы сказал, что вы ведете себя как человек, который в себе не уверен. вот, а к сожалению, вот как вы сюда ведете. Поэтому, даже если, даже если что-то и было у мужчинских стен, вот, то, как бы, ваше поведение, оно никак не способствует тому, что, чтобы, ну, рассказать вам о чем-то, или признаться, в чем-то. Так, значит, то есть ощущение, что вы с человеком пытаетесь манипулировать, и, как бы, ну, вывести на определенные эмоции, и на то, что вы требуете от него какой-то обратной связи, вот. Хотя, человек, пока что, ну, ничего не сделал. А, если я получил ответ «Доброе утро» или «День», считывая себя почему-то виноват, потому что перекладываете ответственность, но не осознаете этого, он молчит, а должен что-то говорить. А, скажите, что может говорить такой его ответ на мой вопрос? А, ответ на какой вопрос? То есть вы не задавали вопрос, если вы про вопрос «Был ли он с кем-то, кроме вас?» и он сказал «Нет». Я не вижу никаких поводов считать, что он вас обманывает, если принимать во внимание только те нюансы, которые вы озвучивали, вот. Права ли я, права ли я, что он врет или нет, а откуда мы это знаем? Мы не можем говорить другого человека. Сует ли бояться его потерять после такой моей просьбы ему? Понимаете, вы не можете запретить себе бояться потерять, или наоборот, вы либо боитесь потерять человека, либо нет. И если вы боитесь потерять человека, значит, вы боитесь, что вас собросят, а это уже немножко другое, это уже совсем, я бы сказал, другое. Это уже больше про ваши собственные страхи, про ваши собственные переживания, про ваши собственные тревоги, не имеющие ничего общего с тем, что, ну, по факту, происходит. Ну вот. Дальше. До этого я задавал вопрос про наши отношения, потому что ответ на них не получил, вот и решил поставить вопрос с ребёнком, спасибо. Вы знаете, не очень хорошая идея, задаваясь к кому-то вопрос про отношения, я вам сейчас честно скажу, вот, не очень это хорошая идея. Потому что отношения строятся сконтанно, и это тот самый случай, когда переосмысление каких-то моментов, пересмотр каких-то моментов, может разрушить само основание отношений наших. То есть, не всегда, как бы, обсуждение отношений ведёт к чему-то хорошему. Вот. Есть ещё, нужно отдельно сказать, что, вы же, вы, эээ, как бы, на человека перекладываете ответственность за свою траву, за, ну, за свою травуность как бы, вот, и, это может не нравится человеку там, что он может чувствовать, что отношения для него слишком важны. например. Мужчины не любят когда, ну, многие мужчины не любят, когда слишком так всё сложно становится. Вот, поэтому. А вы сами, к сожалению, становитесь более зависимыми, когда действуете вот таким образом, потому что даётся мужчине, как бы, чётко понять, что, знаешь, дорогой, я, там, ну, вообще, говоря, я себе не доверяю, да, вот мягко говоря, я себе, там, не доверяю, я себе не верю, вот, поэтому давай, вот разреши, вообще, мою, значит, ну, все мои конфликты, да, разреши, все мои переживания, разреши, все мои тревоги, там, грубо говоря, убеди меня вот в том, что, что я, там, единственная твоя, и что тебе больше никто не нужен, вот. Ну, понимаете, как бы, не каждый человек, не каждый мужчина захочет так делать, и что важно понимать, что, я повторюсь, что ваши страхи, человек к ним не имеет никакого отношения, ну, может точно не иметь никакого отношения, в принципе, в принципе. получается так, что вы его, ну, получается так, что вы его к этому привлекаете, вот. Так что здесь история больше про вашу неуверенность, про ваши страхи, про, может быть, страх измены, страх, ну, про все-таки, все-таки, вот, ну, основное, это вот, об этом, речь идет, и с этим, мне кажется, нужно работать. И заметьте ваши вопросы, да, они все про, эээ, не вот эти, они не про ваши проблемы, не про, эээ, понимание вам и свои проблемы, а не больше про попытку, вы, понятно, человека опять. После этих отношениях вы находитесь в позиции уязвимых, в позиции нуждающихся, в позиции той, кто хочет опереться, ну, вот. Вы, вы говорите, вот, мне нужно открыть эти отношения, эээ, вы пишите, эээ, подумай о наших отношениях, это директива, это родительская позиция, это указание, то есть вы ставите себя над уже человеком, вот, потому что вам тоже нужно подумать, что вы человеку не верите, не доверяете ему, вот. Ооо, что тебе нужно от меня, от меня от меня, что вам нужно, развивать эти отношения, или заканчивать, вы сумеете развивать отношения, или заканчивать, то есть, вам важно что, сами отношения, или человек, вот. Дальше. Ооо, надо, так, сейчас говорить об этом не будет, как вы уже об этом говорите, но сейчас я, понимаете? На этом все, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова